Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом учета адвокатами расходов при исчислении НДФЛ. То есть, иначе говоря, речь идет о том, какие расходы можно отнести к профессиональным вычетам, которые, в свою очередь, уменьшают налоговую базу по НДФЛ. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И, рассматривая данный вопрос, Минфин распределяет расходы адвоката на несколько групп. Во-первых, Минфин указывает на то, что безусловному учету в качестве профессиональных вычетов подлежат расходы, которые поименованы в пункте 7 статьи 25 закона об адвокатской деятельности. То есть, это расходы, связанные с членством адвоката в различных профессиональных объединениях, ну и также расходы, связанные со страхованием профессиональной ответственности. Кроме того, Минфин обращает внимание на то, что перечень расходов, который поименован в пункте 7 статьи 25 закона об адвокатской деятельности, он носит открытый характер. И для того, чтобы определить, можно ли расходы отнести к профессиональным вычетам, необходимо, чтобы данные расходы были связаны с деятельностью адвоката, то есть, были связаны с деятельностью по оказанию адвокатской помощи. И в данном случае, если имеется документальное подтверждение такой связи, то могут учитываться также расходы по проезду и проживанию адвоката за пределами региона, в котором находится адвокатский кабинет. Но, опять же, необходимо подтвердить цели соответствующих расходов и необходимо, чтобы были документы, подтверждающие такие цели. В общем, тот же самый подход, по сути дела, используется Минфином применительно к мобильной связи и интернету. То есть, если имеется документальное подтверждение того, что мобильная связь и интернет были необходимы для оказания адвокатской помощи, то расходы могут быть учтены. При этом Минфин, в принципе, не исключает, что часть расходов на мобильную связь и интернет может быть отнесена к каким-то личным переговорам адвоката, а часть непосредственно к оказанию адвокатской помощи. Ну и самое интересное, это последняя группа расходов, которая, по мнению Минфина, в принципе, не может быть отнесена к профессиональным вычетам. Это расходы, связанные с добровольным медицинским страхованием, расходы, связанные с приобретением транспортного средства, а также расходы, связанные с повышением квалификации. По мнению Минфина, данные расходы априори не связаны с оказанием юридической помощи доверителю и поэтому не могут быть учтены в качестве профессионального налогового вычета. Таким образом, лицам, которые занимаются адвокатской деятельностью и находятся в адвокатском кабинете, точнее, не находятся в учредиле адвокатских кабинет, им необходимо принять во внимание данное письмо в целях правильного определения своих налоговых обязательств. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.